Всем привет! Это канал Стол Пацана. У нас не получилось то, что мы хотели, то, что задумали. Сейчас будем выкручиваться как-то из этой ситуации, искать людей каких-то, я не знаю, что-то делать. Ну что, угадаете, что мы тут надумали делать? Почему у нас появились доски на улице? И вообще, почему приехали ребята на черном джипе, которые прячут свой номер? Привет! Здорово! Переоделся даже специально. Короче говоря, давайте так, мы прямо сейчас, вот прямо сейчас не будем раскрывать небольшую интрижку, но то, что из этих досок будет здесь делаться, это... Пусть это сейчас по ходу ролика для вас откроется, но это очень нестандартно. Пускай, может быть, на паузу нажмут. Напишут в комментариях, что... Как я тебя сразу убью, мы чувствуем друг друга. Напишут в комментариях, что вы думаете это такое, и дальше продолжайте смотреть, а потом посмотрите, угадали вы или нет. Вы по срокам что думаете? Сейчас. Сделайте, да? Да. Еще осенью, когда мы были здесь, в этих краях, мы увидели, что мама с ребятишками просто идут по улице. И тогда мы снимали ролик про исполнение мечт наших зрителей. Мы решили у них спросить, а что хотят они, о чем они мечтают? И были подарены такие вот деревенские велосипеды. Ребята сразу завоевали почет и уважение здесь, в деревне. И в итоге мы если вернулись, то вернулись, как видите, уже с глобальными целями. Не просто так подарить им еще там что-то к великам. Ну прям ремонт, ремонт. Хочешь покажи, смотри. Так их уехали. У-у-у-у. У-у-у-у-у. Вот как все там писаешь? Смизи. Сейчас мы друг достанем еще. А это рандец. Ну что, сейчас вам не жалко? Ты знаешь, я вот на Гранде ездил на протяжении где-то 3-4 лет. была такая . войну да все знакомы у я уже снаружи вижу что насчет совсем ничего еще вообще ничего еще там все плохо ну идеально сказать там дня и 4 еще работы есть прям срочно и вот тут в этот самый момент я осознал всю серьезность проблемы я увидел насколько основательно и глубоко коля взялся с ремонт и понял что не сегодня не даже завтра мы точно не сможем заселить сюда пацанят а это сильно меняет все наши планы впереди у нас расписаны дни под другие съемки и даже запланирован перелет ну что ж придется по-видимому все переигрывать ну вот там же действительно что-то тут как будто короче коли все пипец делает глобально ну типа как будто бы это здорово но мы так не планировали да это полностью сбила наши планы у нас запланированы другие съемки у нас короче говоря был график и примерно план что мы приезжаем день у нас на это день на то потом там уезжаем улетаем еще в другом месте ну короче у нас такая история тут форс-мажор вы должны понимать дорогие наши любимые зрители что вот это вот форс-мажор происходит довольно часто это обычно остается за кадром вы спрашиваете почему ролики выходят иногда там в разные дни или счет так далее да потому что вот происходят такие случаи потому что каждую неделю нужно делать что-то довольно-таки масштабное глобальное и очень-очень нестандартное и вот здесь вот когда мы поняли что у нас все рушится когда у нас рушится наше вообще понимание наших графиков так далее здесь мы вообще-то к загу схватились но просто поняли что мы не сдюжим и не сможем сделать это в те сроки которые мы запланировали изначально поэтому мы решили не терять время использовать его с пользой для деток а где мне фотик дай пожалуйста руками нормально денис денис а можешь еще раз назвать как как ты называешь ну вот который с ковшом такой вот трактор запомните трактор к буква к трактор а не трактор а теперь все вместе слово я боюсь так концу этой поездки мы сами будем говорить с тобой трактор вместо трактора вся наша поездка это было несколько часов мы просто с ними общались они у них бесконечная энергия они впервые выехали куда-то вдаль а свои от своего села своей деревне они впервые вот они ехали просто голову сворачивали туда смотрят сюда смотрят там техника там одно для них это действительно даже сама поездка на машине это уже невероятная эмоция ты давай велик не ломай мы велик этот ребяткам дарили вообще ну привет ну ты чувствуешь себя хорошо твоя стихия да конечно это раздолье вот это вот команду собрал себе да молодец молодец ты скажи мне мы сегодня успеваем мы же сегодня хотим сейчас их привести все это вручать кого вручать но мы на сегодня договорились что сегодня мы будем этот дом им презентовать показывать детям и маме во сколько мы сегодня успеем не во сколько что иди посмотри я был там а какой день мы успеваем пятница завтра послезавтра минут 10 15 минут 5 10 5 4 5 10 5 утра утром в пятницу но постараюсь не и подождите такого не может быть ты разошелся братан я в курсе ты сделал больше чем нужно это похвально и хорошо с одной стороны с другой стороны немножко нам ты у нас предупредил бы главный человек по ремонту в этом проекте это коля хуже не раз нас вручал тем более как раз таких нестандартных необычных ремонта где нужен нестандартный подход где нужно найти какой-то компромисс и так далее таких ремонта где другие боятся а коли берет и делает и вот в этой истории коли конечно разошелся и сначала мы так знаете ну расстроились очень сильно потому что зачем зачем еще вот это одна тянется вы другое это же вот такой ремонт обычно так и бывает но потом когда мы все это осознали мы поняли что он ты сделал очень правильное решение он хоть и зашел глубже чем мы планировали но в итоге он пошел по тому пути чтобы сделать действительно хорошо действительно добротно у нас тут приспособление такое интересное этим закрепить камеры для живого камеры на у меня на груди придумали веревку все сделать и сюда я вот ее на штативчик вставлю смотрите какая история вы фрукты вообще любите а много ли вы фруктов в своей жизни пробовали тысячи тысячи а вы знаете что на нашей большой планете земля есть много разных стран и в этих разных странах растут разные фрукты есть такие страны далеко-далеко которые находятся где растут редкие редкие экзотические фрукты давайте мы вам сейчас покажем некоторые фрукты а вы постарайтесь отгадать что это такое договорились и так внимание что это такое яблоко знаете я думаю вы не знаете что такое яблоко ладно тогда задача посложнее а что вот это вот такое апельсин апельсин тоже пробовали знаете да вы все знаете что ли но это апельсин надо же что такое да бери прям пальцами и в рот все клади внутри косточка косточек потом выплюнь кстати косточки эти вкусные их только много нельзя есть это называется лонган конечно этот фрукт растет в странах азии во многих во вьетнаме в таиланде но в китае может тоже есть да так ладно тогда несу дальше детство прекрасная пора и ребятам повезло провести в деревне здесь раздолье здесь природа здесь кайф действительно прям так хорошо и мы же своей стороны постараемся сделать им это детство еще краше а когда они подрастут тогда они поедут уже скорее всего большие города покорять самые большие города в город давайте быстренько переместимся кстати о городах покорять их гораздо проще когда есть практичные современные сервисы тинькофф предлагает удобный сервис тинькофф город для ежедневных покупок через приложение можно бронировать услуги и покупать товары с повышенным кэшбэком это самый настоящий личный вид который на основе ваших привычек и интересов формирует персональный подборки вы можете заказывать через приложение продукты с кэшбэком до 10 процентов покупать технику цветы книги с кэшбэком до 20 процентов вы легко можете забронировать столик в ресторане или купить билеты в театры в кино но и конечно любые услуги основной красоты массажа покупка авиабилетов страхования и много чего другого вы найдете приложение тинькофф можно конечно да я давайте подержу что тепленькая как раз кофе я уже не верну спасибо пользуйтесь приложением тинькофф город по ссылке в описании устанавливать это приложение и получайте повышенный кэшбэк на услуги и покупки мы попали в магазин игрушек глаза разбегаются у меня снова глаза разбегаются я предлагаю вам внимательно посмотреть эту витрину эту витрину с другой стороны тоже посмотрите что вам нравится больше всего сейчас просто ребят рай я помню тогда мы правом какие-то игрушки еще давно привезли у них там просто такие эмоции были водитель освободите дорогу так чтоб тот то скажет правильно как это называется тот сможет такое купить нет извините трактор трактор опять у вас не то вы говорите трактор а нужно сказать трактор а он чё на зарядке трактор молодец как еще раз трактор нет нет не трактор а трактор трактор кто трактор а еще есть там в глубине самое интересное как будто да груша это не груша так что даже не думать что это груша это не гранат этот фрукт называется гуава сейчас я вам дам попробовать смотрите внутри какая она как арбуз держи она на самородину похож правда смородичь похоже и раньше даже не ну не прям похоже на смородин когда так но я думаю это вы точно знаете это лук тут у нас шмель прилетел все улетел разрежем пополам давайте посмотрим смотрите как он выглядит внутри представляешь что это такое потом всем в школе будете говорить что мы такое пробовали знаете как называется этот фрукт сердце дракона вообще называется дракон фрукт прям так называется дракон а чё у них черных вот эти семечки а я семечки съел эти семечки есть можно угу да ладно ну покажи у меня в танк классно а у тебя у тебя такой цветастый здоровый очень крутой пацаны есть у нас идея давайте зайдем в отдел книжек и мы вам там сами посмотрим какие-то интересные книжки с картинками развивающие которые ваш внутренний мир и внешний сделают еще лучше смотри про машины про всякие старинные строительные машины промышленные грузовики берем такую книгу роза сказки басни о животные о про животных это для совсем мелких ты что совсем что мелкий а может быть вот это так вот смотри хрен я знаю как это сделаешь это нереально просто я тоже так поначалу думал короче все я не знаю как это сделать вообще нереально димка дал задание говорит продень типа эту штуку не самый прикол то что я вообще не знал как она вообще там должна изначально держаться ну как там должны одеться по логике вещей нет соответственно отсюда вот почти нормально коля помоги нам ладно побраться вот возьми и продень вот это пожалуйста оставшуюся сюда чтобы она также была вот как те до улья ты чё там провода делал только там осторожно не не я сделаю колька я шарю вообще не парься вот это надо соединить да вот я соединюсь нормально перец перец жареный перец это карамбул быть пробовать нет и и когда на режим нарезаешь вот так вот там как как звездочка получается так пробуйте как трава ты какое это на нас не пробовали ананас вот так вот тоже верхушку посадить можно посадить слюня потекла что-то упадет так как конфетка вкус похоже на конфетку вы первый раз до пробовали но понравилось у нас еще есть несколько фруктов продолжим так готовы там это не арбуз это не арбуз ты чё это что такое вот эти черники косточки вообще-то не едят обычно это это не это нужно нужно кушать это косточки они не вкусные самый вкусный вот тут вот этот фрукт называется папайя моего разрезали пополам чтобы было красиво так вообще целиком вот такой вот папайя хотя я честно могу сказать что когда я смотрю все и на этот папайя и всегда хочется до косточки да они когда каменную икру да да прям очень аппетит но и но они не съедобные папайя как тыква ну кстати чуть-чуть есть такое ну как не очень кушаешь там дым как дым набрали телегу игрушек вообще просто здрасте по одежде этого а можете пожалуйста подсказать нам хорошенечко там потому что мы там не разбираемся совсем в размерах и нам нужно чтобы вы нам помогли подобрать максимально одежду прям максимально знакомьтесь вас как зовут ксения вот а ребят зовут толя и денис и дима и дима вот диме тоже нужно сможете диме тоже чем-то добрать не по размеру тогда хотя бы вот ребята сколько вам лет вот все разобрались 89 так нужно максимально все что можно есть футболки несколько штук точно всякие штанишки несколько штук точно всякая деревенская такая вот история где можно бегать прыгать скажем поскольку штук вот сколько футболок на 1 3-4 3 или 4 ну в зависимости от вот по моему может что-то понравилось там тут очень просто значит один брат выбирает себе другой такой смотрит и начинает то же самое брать но чуть-чуть может быть большого нет но эти нормально мне кажется идешь танец но все и берем значит нравится кайф мы накупили игрушки одежду развивательные всякие штуки аккуратно не врежься и урезался 3 кассиров итого к платье 59 812 ты даже быстрее чем я делаешь молодец о смотри что-то почти почти надеюсь вас уже догадались и пора уже рассказать интригу сильно томить не будем короче как нам пришла идея увидев вот это вот импровизированная песочница мы что-то подумали что здесь ребята эти пацанята что это делают вот находясь на участке они играют песочницы лазит по деревьям там какой-то пруд бросает до палки это деревенская такая жизнь мы пришли добавить на немножко еще и в развлечений и строим детский домик я думаю что вот от этого они просто реально должны кайфануть потому что они придут а у них здесь на участке стоит домик пока что есть только каркас кстати говоря ребят которые строят этот детский домик на самом деле строят не детские домики вот саша нас зрители он занимается строительством каркасных домов поэтому он шарит единственное что там с гвоздями они по мужик стекнули он сказал что-то не так гвоздь подобрали но ничего спонтанно решили нам помочь это сделать супер круто не знаю пробовать будем давай это один из самых моих любимых фруктов это называется манга съешь ее с косточки там косточка знаешь какая только аккуратно он очень мягкий чтобы с вилки не соскочил прям вверх поднимай ага так мне надо не похож и мне тоже надо понравилось что больше всего понравилось мне кстати тоже из всего что вы пробовали больше нравятся вот эти фрукты которые вы перечислили короче говоря все фрукты которые вы попробовали сегодня мы вам даем еще пакет там где бы сейчас пока временно живете там можете взять достать каждый фрукт еще раз попробовать вместе с мамой там и дракон и еще манга есть и киви так что это заберете с собой понятно лати уже держит ну как закрылась но он он но Пацанята, пацанята. Нужно купить пропитку для досок. А вы мне поможете, я очень сильно ограничен во времени, как зритель. Очень приятно. Нужна эта морилка на 50 км покрасить дерево. Сейчас, секундочку. Короче говоря, очень круто получилось. Нужный продавец узнал в нужное время. Спасибо, очень выручил. Я надеюсь, у вас по пять пальцев осталось. Еще раз, привет. Здорово. Ну, привет. Ну, вы собрали домик. Отделка внутренняя только нужна еще, да? Обои сняла. Электрика. Мне кажется, декоративку нужно сделать. Да. Ух. Ух, вообще. Слушай, ну он большой получился. Тут можно... Он даже не совсем детский. А давай вот это забьем чуть-чуть. Голоточек есть? Чтоб не торчало просто. Доделаешь, да, Ром? Да? Доделал? Ну что, кайф. Там внутри дом доделывается. Это вы увидите в следующем выпуске, как у нас там все получилось. Коля! А, там же окна он вставил. Там ничего не слышно. Понятно. До этого просто не было окон. А этот домик мы сейчас будем красить. А вам, наверное, нужно увидеть его уже в дневном свете. Когда будет светло. И посмотреть его прямо сейчас. Другой день. Домик готов. Уже построен полностью и покрашен. Получился тут реально космически. Самый кайф в этом, что мне нравится. Что дети, пацанята, даже не догадываются, что у них здесь на участке происходит такая движуха. И что у них возведен, построен еще домик. Исключительно для них детский домик. Плюс еще баскетбольное кольцо. Плюс ворота. И получилось реально красиво. Просто за день ребята сколотили вот такое вот строение. Смотрите. Кайф. Реально кайф. Такая импровизированная детская площадочка у нас получилась. Мы когда все это придумали. Вообще придумали это совершенно спонтанно, случайно. Вот песочница, которая нас на эти мысли и натолкнула. И в итоге придумали сделать ну типа детский домик. Но эта же история, конечно же, не про детский домик. Самое главное, что здесь в этой истории делается и основной дом, который пока еще выглядит неважно. Но уже в следующем выпуске, тут уже совершенно точно, вы увидите полностью финал. Не только как выглядит это строение и как дети его увидят и вообще их реакция. Они еще увидят их основной дом. Зайдут туда. Там будет переделано вообще все. Другая мебель. Короче, дом будет выглядеть совершенно иначе. И это в следующем выпуске. Мы очень благодарны вам, зрители, что вы нас смотрите, слушаете. Вообще удивительно, что вы каждую неделю включаете наши ролики. И миллионы людей у экранов своих, там, телевизоров, телефонов смотрят наши выпуски. Нам безумно приятно. Большущее спасибо за вашу активность, комментарии, лайки. Ставьте, пожалуйста, лайки нам. И большое спасибо спонсорам канала за то, что вы принимаете участие в таких историях, совершенно реальных, жизненных историях, они происходят здесь. Всем спасибо за просмотр. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok